Всем приветики, ребята! Очень часто задают на стримах вопрос по поводу DirectX 11 для Готики. Можно его использовать как в первой части, так и во второй части. Работает он в принципе стабильно, обновляется достаточно часто. По поводу того, как его установить, мы это посмотрим уже в конце. Там всего лишь распаковать папку и всё. И по поводу того, какие видеокарты его поддерживают, я собственно сейчас буду рассказывать. И в общем посмотрим, как его отрегулировать себе прямо в игре. На платоу древних это вполне хорошо можно сделать. То есть тут и прорисовку, и всё остальное посмотреть. В общем, всё это, ребята, сейчас мы будем рассматривать. Для начала поговорим о том, какие видеокарты работают с DirectX 11. На примере серии GTX я могу сказать, что 650 GTX и выше. Это уже очень старые видеокарты. Вполне себе приемлемо работают, ребят. Вполне себе приемлемо. Поэтому DirectX 650 и выше смело ставите, и он будет у вас работать изи. Если у вас видеокарта слабее 650, ну честно я не знаю. Они скорее даже и не поддерживают. Хотя может и поддерживают, но я бы честно и советовал. Можно играть тогда в таком случае без него. Видеокарты нынче дорогие, поэтому можно и бюджетную купить. Там 750 и будет у вас DirectX прям летать. Это по поводу видеокарт. Теперь по поводу самих настроек DirectX 11. Очень часто вопросы задают, а как сделать то, а как выключить это. И в общем, как это всё влияет на кадры в секунду. То есть на FPS. F11 открывает стандартную менюшку, если вы его поставили, DirectX 11. И тут можно настраивать кучу-кучу всего самого разного. Для начала поговорим о вот этих штуках. Это как бы несущественные вещи. Вот это, ну абсолютно ничего не решает. А вот HBAO. Это такие себе мини-тени. Которые, ну честно говоря, ни на что не влияют. Посмотрите, вот тени под нашим героем. Видите? Это такие небольшие тени, где-то в углах текстуры и так дальше. Они FPS не просаживают. Я проверял FPS, как бы, что есть эти тени, что их нет. Собственно, нет никакой разницы. Следующий в SYNC. Это, ребята, такая штука, которая лочит FPS. Это вертикальная синхронизация. Если вы её включаете, у вас FPS будет 60 стабильно. Он не будет прыгать выше 60. Он будет либо ниже, либо 60. Но в новом DirectX 11 есть такая штука Frame Rate Limit. И вы можете себе спокойно вот этим ползунком крутить и выставлять нужный вам FPS. Видите? Вот поставил там 175, там 160 кадров выдаёт. Поставил 100. Ну 100 будет он. Поставил 20. Будет 20, значит. То есть, рекомендация всегда ставить 61 кадр. Это самое то. И ниже ставить я не рекомендую. FPS тем самым можно выключать. Просто вот этим отрегулировать себе. Потому что под FPS, если его включить, могут замечаться некоторые подлагивания. То есть, может так и игрок дёргаться. Если вы его включите. Поэтому лучше вот тут это выключить, галочку не ставить и поставить себе вот так. Это God Race. Это те самые солнечные блики, которые вот вам в лицо, когда солнце выходит. Такое типа RTX лучи. Вот. Можно включить. Оно тоже я не заметил. FPS не просаживает. То же самое вот это. Вот. И HDR. HDR это такое, знаете, более мрачное. Смотрите. Атмосфера становится в игре. Игра становится более тёмной. По поводу этой штуки. Я не знаю. Я с этим не играю. Потому что, как по мне, игра и так очень тёмная. А если это включить, тем более если стримить с этим, это там вообще полный трэш будет. По поводу теней. Это, наверное, самая прожорливая опция, которая есть в игре. Если выключить тени, считайте, 10-15 FPS у вас будет стабильно больше. Нежели без них. Если у вас хорошая сборка железа, вы можете и тени включить, и фильтры теневые включить. И, собственно, тут выставить качество. Теней ещё можно накрутить прям там до 16 тысяч. Ну, я не знаю. Я ставлю там 4. Этого хватает с головой, если... А так обычно я даже тени выключаю. Потому что они реально очень сильно садят FPS. Но, тем не менее, если вы не стримите, тем вы можете спокойно с тенями со всем играть. Даже на достаточно слабом железе оно будет, в принципе, нормально работать. Теперь дальше посмотрим по поводу вот этих вещей. Прорисовка и всё остальное. Вам не нужно, если у вас стоит DirectX 11, ребята, заходить в настройки и менять там какие-то дистанции, обзоры и так дальше. Это там не делается. Это делается конкретно, ребята, в этом месте. В DirectX 11. Вот. Смотрите. Это объекты большие. Дистанция прорисовки. Смотрите, видите, вот появляются они. Вот. Это большие объекты. Тык. Также есть прорисовка маленьких объектов. Это ниже. Вот, чекайте, вот тут ближе теперь, возле пальм. Вот, видите, исчезает. Это я, как бы, на плато объектов немного, и тут можно крутить хоть на 100 поставить. Это разницы не будет. Тем более, если у вас железо нормальное, тоже можно ставить. Там 60, я думаю, вполне себе приемлемо будет. То же самое здесь 60 поставить. Я думаю, это будет норма. На FPS это каким-то сильным образом не влияет. Но если у вас слабый клум, можно немного скрутить ниже. Ничего страшного с этим не будет. Вот этот ползунок, честно, даже не знаю, за что отвечает. Ну, и не заметил, чтобы что-то там отличалось. И, собственно, прорисовка самого мира. Самых больших объектов. Вот, видите, вот. Это прорисовка с земли и всего остального. Тут, опять-таки, все от вашего железа зависит. Если слабое, то меньше ставить. Если сильное, то можно на фул поставить. Ничего страшного не будет. Dynamic Shadows, это динамические тени. Если у вас они не включены, это можно включать. Тогда тени становятся более качественными. И, ну, в динамике, в движении они будут смотреться вполне себе приемлемо. Это вот эти вещи, их вообще не стоит трогать. Это прям начинает расширять, сужать экран. Это вообще бред. Хорошо, что она стоит 90-90. Это, в принципе, оптимально. Ну, и по поводу контраста, ребята, и всего остального. Это яркость и контраст. Все здесь можно крутить, как вам удобно, как вам угодно. Тут можно отрегулировать. Вполне себе, знаете, такими вещами можно сделать очень сочную картинку. Как видите, картинка стала более такой качественной, я бы сказал. Это еще, ребята, не все опции DirectX 11, есть еще кое-что. Если зажать клавишу левый Ctrl, плюс F11, появляется вот такая вот менюшечка. И тут прям миллион-миллион всего есть всяких разных приколов. Нас тут будет интересовать, как выключать ночь. Очень частый вопрос на стримах. Как выключить ночь? Все очень просто. Вот в этой колонке первой Sky, которую листаем все вниз, и Sky Time Scale. Это просто ставим 0, и всегда будет день. Хоп. Это будет всегда день. Если вы поставите так, это будет всегда ночь. Ну, тут уже себе. А это день-ночь. Ну, короче, 0, это будет всегда день. Еще один интересный прикол, это Drawfog. Это туман. Смотрите, видите, вот прямо по курсу мы смотрим, и там все белое. Теперь его лоб, и его нет. И картинка стала намного-намного приятнее. Это вот такие вещи. Вот. Видите, тут можно себе регулировать. На самом деле, много чего из этого можно выключать, и FPS будет становиться намного-намного выше. Drawfog. Вообще, выключить, если, то, как видите, прорисовка прям слетает, но FPS будет просто максимально жесткий, высокий, и подниматься от этого будет очень сильно. Это по поводу вот этих всех настройщик. Тут можно себе... Тут есть еще одна. Вот. Tessellation. Вот эту штуку, теселяцию, если выключить, картинка становится какой-то немножечко потом странной. Такие какие-то... Если вот сбоку смотреть, будут какие-то такие полоски идти и так дальше. Но если это выключить, опять-таки, немножечко FPS оно вам добавит. Это настройки Ctrl плюс F11. Дополнительные настройки DirectX A11. По поводу установки DirectX A. Вот, собственно, сайт, где нужно будет скачать DirectX A11. Он тут постоянно обновляется. 27 апреля была последняя обнова DirectX A11. Если вы хотите его скачать, ссылочку я оставляю в описании. Кликаем сюда. Это последний DirectX A11. И, собственно, вот здесь внизу можно скачать. Либо для первой готики, готик вот этот. Либо для второй готики. Берем его, скачиваем. И архив, нужный архив, мы должны распаковать, ребята, в папку готика. Потом папка System. И в эту, собственно, папку System закидываем DirectX A11. Все, больше ничего не нужно делать. Папка Gothic и папка System там будет. Закидываем этот архив туда, в System. DirectX у вас включится. Ой, странный звучок. Так, смотрите. И если вдруг что-то пошло не так. Если вы вдруг установили игру. И случайно установили DirectX A11. Вы думаете, а как мне его выключить, чтобы проверить, как это вообще все работать будет. Все очень просто. В папке System, куда вы закинули DirectX, есть такой файлик, который называется DDRAP. Этот файлик достаточно всего лишь переименовать. Там, дописать, например, в конце единичку здесь. И все. DirectX тем самым, ребята, отключается. Его больше не будет. Если вы хотите его вернуть, то просто-напросто ставите, убираете эту единичку. И DirectX у вас включится. Все очень просто. Без всяких махинаций, без ничего. Вот такое вот коротенькое, ребята, видео по поводу DirectX A11 получилось. Немножечко фишек, немножечко плюшек. Надеюсь, кому-то из вас это помогло. Если, опять-таки, помогло что-то новое, что-то интересное, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Здесь постоянно всякие плюшечки выходят и так дальше. Стараюсь держать в курсе. С вами был Центурион. До новых встреч. Увидимся.